Тренды трендами, но люди не дураки, и нас, я уверена, смотрят тоже адекватные девчонки, которые фильтруют как-то вот эту всю информацию Сидят тут два таких эксперта Сегодня мы с вами поговорим о самых горячих трендах на осень-диму 2017 года И, как видите, я сегодня не сама, со мной замечательный блогер Оля Всем привет! Она тоже с Одессой, мы наконец-то решили собраться и снять для вас совместное видео Прошу ее очень тепло встретить в комментариях И также на ее канале мы сняли видео не менее интересное Не менее интересное Я, в общем-то, очень вам рекомендую зайти потом по ссылке посмотреть тоже видео на ее канале Потому что мы будем вспоминать мучительную правду ошибок макияжа в прошлом Да, и я думаю, вы обязательно найдете что-то и для себя в том плане, чтобы вспомнить, чтобы делали такие же ошибки И сегодня мы с вами обсудим не только тренды, но также и анти-тренды в конце будут, о которых мы упомянем И которые, я очень надеюсь, что умрут как можно скорее Завтра Завтра, как минимум Вернее, как максимум завтра И также мы обсудим тренды, которые применимы для жизни И которые лучше оставить для фотосессий, для каких-то светских раутов Для, не знаю, возможно, бьюти-ивентов Итак, первый тренд, который как раз применим для жизни Это для нас, обычных девчонок, которые ходят по улице и ходят на работу, на учебу и так далее Это натуральность И не путать с нюдом Здесь, конечно, тоже есть элементы нюда Но все должно быть натуральное Там, например, мы говорили брови, да? Да, более неряшливые брови Возможно, немножко более заросшие Какие-то распотрошенные То есть подчеркнуть вот эту какую-то неидеальность А как раз вот неидеальность, это и есть натуральность Естественность, да Естественность То вот, как вы без макияжа, грубо говоря, выглядите Но, естественно, если есть какие-то несовершенства тона Или есть какие-то, может быть, синячки под глазами Это все, естественно, корректируется Да, не воспринимать ни в коем случае это так буквально Потому что все, опа, в моде не краситься и выходить И при этом ничего не делать Просто, возможно, подчеркнуть какую-то вот, да, неидеальность Но не перебарщивать Следующий тренд, который я встречаю везде Это графичные формы в макияже И также я заметила на очень многих фотосессиях Именно бьюти-индустрии на ковровых дорожках На показах Да, на показах Очень часто используются чистые цвета То есть это чистый красный, чистый зеленый, чистый желтый Не какие-то оттеночные формы А именно вот такие вот спектральные цвета, скажем так Ну, какие-то желтые, да, еще? Желтый, красный, синий, грубо говоря, это самые главные три цвета Которые вот на пике, скажем так Ну, хорошо, у меня вопрос к тебе, как к визажисту Вот это просто нужно взять и вот так вот одним цветом ровненько сделать тень Ну, смотри Или про стрелки речь идет? Ну, вот для жизни я это вижу больше, возможно, в стрелках Потому что если это фэшн, какая-то фотосессия, допустим Это могут быть и тени, вот матовый, глухой матовый цвет Который нанесен на века, например, может быть где-то чуть-чуть подтушеван А может быть и нет Потому что, как я и сказала, это графичные формы Это могут быть какое-то построение, я не знаю, прямоугольников, квадратов, там чего угодно То есть, если это именно авангард, если это хай-фэшн, то там применимо все Но для жизни я предполагаю, что это можно применить в качестве стрелки Потому что стрелка это самый графичный элемент, но в то же время применимый Который вот действительно каждая девушка себе может позволить Да, и, наверное, если у вас нету яркой подводки, то, я так понимаю, можно взять помаду Кстати, ну, почему бы и нет Если есть яркая, матовая, стойкая помада, то, ну, зачем покупать, да, там на один сезон Или хотя бы просто поэкспериментировать, будет ли вам хорошо Потому что то, что применимо и красиво на одном, не обязательно это будет красиво для вас Поэтому попробуйте Давайте теперь поговорим о трендах, которые тоже часто встречаются везде Но в то же время мы считаем, что лучше с ними не экспериментировать в реальной жизни Да, вот я видела такой тренд, где гипертрофировано можно использовать румяна То есть делать такой хороший русский румянец Вот, но опять же, вот если вот, например, я решила так Я хочу быть трендовая Делаю себе вот такие вот щеки, причем, что еще и в технике дрейпинг это приветствуется, то есть растяжкой И вот выйду я вот в местный магазин, да, меня не поймут То есть, естественно, все будут думать, что я переборщила, я не умею пользоваться косметикой Мне кажется, это неприменимо Конечно, очевидно, что то, что хорошо для фэшн-шоу Это в целом зачастую неприменимо Поэтому из того, что мы видим на фэшн-шоу, что мы видим в глянцевых журналах Из этого нужно брать какую-то общую идею и просто адаптировать ее для жизни Потому что, опять-таки, если пойти на какой-то очень модный бьюти-евент Вполне возможно, что там это будет актуально То есть никто, возможно, поймут, что, вернее, как скажут А, ну, значит, это, наверное, модно, да? Ну, скорее всего, да Потому что там, в принципе, находится группа людей, для которых это привычно Которые, возможно, даже вдохновятся чем-то Ну да, чем необычнее, тем, значит, это круче Тем моднее, тем моднее Следующий очень яркий тренд, который, опять-таки, мы видим просто везде Это нечеткий контур губ И в этом году он как-то настолько гипертрофирован Что это выглядит реально, как будто губы просто размазаны по всему лицу И так как сейчас на губах возвращается глянец То есть не только матовые текстуры мы видим, а больше глянца, больше металлика То этот размазанный глянец выглядит очень сомнительно Особенно для реальной жизни Для каких-то фотосессий Вот Оля, кстати, фотограф, очень крутые фотки делает Спасибо Вот для фотосессий, вот круто же будет Вот такие вот губы Ну, опять же, смотря какая съемка Если это какая-то бьюти-съемка То, возможно, это будет круто В целом, если говорить про этот тренд, его же можно разграничить Ты говоришь конкретно о том, где эффектом бренде Вот здесь вот темненькая, вот здесь вот светленькая Да, это и это в том числе Но при этом сейчас я вижу, что вот эта светленькая Оно уже за границей губ То есть оно реально выглядит так, как будто Вы, как свинья, поели гамбургер, к примеру И после этого у вас фэшн-лук получился И на закуску мы приготовили самое интересное И самое лучшее Это анти-тренды Вернее, как, это в нашем понимании анти-тренды Абсолютно, конечно Потому что на самом деле мы это видим сплошь и рядом Все равно, то есть это на... Соцсети, да, в основном, инстаграм Вот, ну, ютюб как-то... Ну, чистопойно Да, вот инстаграм это просто, я не знаю Может, мы с тобой на какие-то такие странички подписаны просто Ну, мне кажется, это невозможно пропустить То есть если ты в соцсетях находишься Ты в любом случае на что-то такое попадешь Это сто процентов И я думаю, что первый тренд, о котором ты сейчас будешь говорить Вы сейчас сразу все поймете и видели сто процентов Первое, о чем я мечтаю, чтобы это ни в коем случае не распространялось Как какой-то зловредный вирус Это вэйви брауз Вэйви липс Вэйви все, что угодно Это просто какой-то кошмар Чтобы просто остался вэйви хэр На самом деле, мне кажется, этот тренд Я его в кавычки даже заключу Потому что он неприменим, на мой взгляд Ни для фотосессий Вообще Ни для показов Не Представила, как ко мне девочка приходит, чудо такое Типа, давай Да, вот я на фэшене И вообще, мне кажется, кто-то один в прикол это сделал И пошло поехать Кто-то просто всерьез это воспринял И все Ну, что еще можно вспомнить, чтобы не размусоливать Да, вот у меня приходят в голову вот эти вот веснушки нарисованные И знаете, очень прикольно наблюдать за комментариями Где девчонки, у которых по природе много веснушек Думают, вы что, больные, что ли? Зачем вы рисуете? Я там тоналками замазываю Зачем вы рисуете? Ну, честно говоря, это же видно, что это нарисовано Иногда это смотрится мило Я не спорю Но зачастую это выглядит как нарисованные точки на лице Потом что там, ресницы, да? Да, ресницы именно в размере XXL Сейчас очень сильная мода на накладные ресницы На нарощенные ресницы На самом деле рынок сейчас переполнен брендами ресниц И очень много вышло тоже новых брендов ресниц И они все огромные просто Поэтому, наверное, все же перебарщивать в этом случае тоже не стоит Если это какое-то событие К примеру, свадьба, да? Да, можно сделать накладные ресницы Если это какой-то... На видеосъемку, на фотосъемку Всегда очень... Любая фото-видеосъемка съедает макияж 50% Поэтому даже мы, да? Когда снимаем видео Мы можем накраситься чуть-чуть больше Чем мы бы накрасились, может быть, там На каждодневной основе Вот Это просто всегда нужно учитывать Когда и при каком случае То есть все должно быть в меру Хотя иногда, слушай, я встречаю Вот Встречаю вот такие вот опахалые Там работник банка Это там, блин Ну вот я, честно Может быть, это мое субъективное мнение Я когда вижу такой макияж Которого нет Но есть только длиннющие ресницы Я вижу только ресницы Я на человека смотрю Я не вижу ни глаз, ни губ Да, у меня тоже такое Ни какие-то черты лица Я просто вижу ресницы И все Ну вот, собственно, и все Мы разобрали с вами основные тренды Но, опять-таки, что бы мы ни говорили Если антитренды или тренды Или что угодно приносит вам счастье То продолжайте это делать Никого не слушайте Ни экспертов Ни экспертов В общем-то Какая разница Мы высказали просто свое мнение Так что, если вы были с нами солидарны И вам было интересно смотреть видео Ставьте лайк Я тут решила покозяйничать немножко На Иронном канале Вот Что там дальше? Подписывайтесь на канал Колокольчик Нажимайте, чтобы не пропустить Ироны новые интересные видео Оставляйте тоже комментарии Насчет того, что вы считаете трендами лично для вас Что антитрендами Вот это будет интереснее Вот что для вас вообще просто Не понимаете, не принимаете Что из вот этой нынешней моды И не забудьте тоже перейти на канал Оли И посмотреть не менее интересное видео Подписаться на ее канал И увидимся там Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok